Активизировать рынок труда и содействовать трудоустройству всех желающих. Ключевая роль декрета номер один, который сегодня поддержали депутаты. Тем, кто хочет и может работать, условия будут созданы. Незанятые в экономике белорусы будут по полной стоимости рассчитываться за три услуги. Газоснабжение, подогрев воды и отопление. Формировать базу неработающих будет Минтруда. Она появится уже в декабре и будет обновляться один раз в квартал. Важная роль отводится комиссиям по трудоустройству на местах. В их составе будут и депутаты. Но главное, пожалуй, в их работе индивидуальный подход. Услышать и понять каждого. Задача приоритетная. Отмечу всего, за прошлый год было создано более 70 тысяч рабочих мест. А почти половина районов с напряженной ситуацией на рынке труда улучшили показатели. Сегодня же парламентарии приняли в первом чтении поправки в жилищный кодекс и во втором закон о защите прав потребителей. Подробнее Светлана Лукьянюк. Сегодня в работу палаты представителей корректировки внес ремонт овального зала. В итоге двери дома правительства были открыты не в правом, а в левом крыле. Этот зал совмина до конца года и для депутатских сессий. Сегодня депутаты уже голосовали по-новому. Здесь нет электронной системы, так что все открыто и поименно по каждому проекту закона. Также с места выступают и предлагают новации, принятые документы. Голосуя за декрет о содействии занятости, спрашивали про ситуацию на рынке труда. И главное, появляются ли новые рабочие места. Министр заверила, за прошлый год трудоустроили 70 тысяч, за квартал этого 16. В постановлении правительства было определено 48 районов. В результате у нас почти 48% от этого количества районов улучшилось ситуацию на рынке труда. Есть 5 районов, у которых ситуация ухудшилась. В регионах сейчас формируются комиссии, которые и будут помогать с поиском вакансий и переобучения. К тому же решать, кто попадет в базу данных неработающих. Белорусы, которые трудятся за рубежом, смогут отправлять уведомления в эти комиссии через специально созданные сайты. Те, кто сегодня стоит на бирже труда, зарегистрированы в качестве безработных, они не будут оплачивать по полной стоимости услуги. Поскольку они действительно относятся, у них трудная жизненная ситуация, они потеряли работу и государство. Они обратились к государству за помощью, оказать им услугу в поиске работы. Комиссии, конечно, прекрасно понимают. Их работа, прежде всего, будет от качества базы данных. Ну и, конечно же, ставили задачи перед комиссией дойти до каждого человека с точки зрения понимания его ситуации. А не цель включить его список на полную оплату. Сам же список услуг для оплаты по полной, не занятых в экономике, расширяться не планируют. До июня ждут вопросов с мест по декрету. А к июлю регулятор подготовит памятку по типичным жизненным трудным ситуациям. Говорят, что понятно, это будет не догма, а лишь помощь. Ведь каждый случай индивидуален. Это было видно и при обсуждении сегодня жилищного кодекса. Документ приняли в первом чтении, но пробелы остались. Среди новаций, например, арендное жилье можно переводить будет в социальное, без обратной силы. Говорить о какой-то массовости перехода не приходится. Мы видим практику, что это фактически единичные случаи, которые решаются по заявлению, по обращениям непосредственно граждан, учитывая ту или иную ситуацию, которая возникает у человека, либо у семьи. Сам же кодекс вызвал в зале много вопросов, которые планируют снять ко второму чтению документа. А именно прописать детально, сколько и за какую услугу ЖКХ мы платим к пожировке. Такие подходы повысить прозрачность платежей поддерживает и министерство. Ввел показания приборов учета водоснабжения. Значит, в следующий раз ты должен увидеть, сколько это начислено тебе за воду. Дальше продолжил работу, ты увидел, сколько тебе за техническое обслуживание. И в конечном итоге, перед тем, как подтвердить свой платеж, ты должен видеть фактически всю структуру платежа, за что ты платишь. По-моему, это необходимо сделать для того, чтобы, может быть, даже в дальнейшем отказаться от этих счетов извещений. Головной болью остаются долги пожировкам. По стране сумма набегает аж до 75 миллионов долларов. Предложение от областей повысить пеню за несвоевременность. Регулятор их не поддерживает, а депутаты вовсе предлагают снизить. Сегодня это 0,3% за день просрочки, а за год получается 109%. Когда, например, уже вот такие неплательщики обращаются в местные органы власти с просьбой освободить их от уплаты вот этой пенни, то вот сумма пенни, она сопоставима с суммой долга. Поэтому я считаю, что надо по аналогии с размером пенни по налоговому кодексу все привязать к ставке рефинансирования Национального банка. Ко второму чтению жилищного кодекса будут готовить и алгоритмы действий при сносе частного сектора. Главное, как защитить собственника и дать ему возможность выбрать квартиру в своем районе. За это высказываются и парламентарии, и готовы прописать это в законе. А сегодня депутаты проголосовали и за новые подходы по защите прав потребителей. Документ приняли во втором чтении. Главные новации при возврате товара, паспорт требовать не будут, Сумма при оплате за наличные и безнал одинаковая, а шрифт ценника читаемый. Потребителю должна быть предоставлена информация об энергоэффективности технически сложного товара. Но это существенно сегодня для потребителя, который считает свои расходы. Далее о стране происхождения товара. Товар может быть произведен, допустим, в Китае, а изготовителем значится Германия. Потребитель хочет знать все-таки, где родился товар. Но точка и в вопросах защиты прав потребителей пока не поставлена. Март подготовил постановление правительства, где прописана возможность возврата подарочного сертификата. Если в течение 14 дней мы можем вернуть качественный товар, то, полагаю, и сертификат, если не был получен ни товар, ни услуга, думаю, что можно будет вернуть. На очередное заседание депутаты соберутся в этом зале уже 31 мая. На вопросы от Палаты представителей и Совета республики ответит первый вице-премьер Василий Матюшевский. Светлана Лукьянюк, Юрий Тихонович, Агентство теленовостей.